здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки очередная 171 выполнялка меня попросили сегодня помочь решить вот такую вот задачу при помощи гидравлического пресса с отношением 1 к 100 необходимо поднять груз массой 100 тонн кпд пресса 80 процентов а мощность его двигателя 5 киловатт если за один ход малый поршень пресса опускается на 20 сантиметров то за одну минуту число ходов этого поршня составит но нужно найти от количество ходов значит что нужно сделать прежде всего нарисовать этот гидравлический пресс и попробовать разобраться сначала что тут происходит уже только потом начать решать задачу давайте на самом деле посмотрим что же здесь происходит ну вот я нарисовал гидравлический пресс здесь находится масло вот машина вот это вот все масло и короче говоря вот на это самый поршень я могу начать действовать с какой-то силой вот ну можно подключить это сказать к электромотору да будем говорить так двигателю вот который будет вот этот маленький поршень опускать вот допустим смотрим внимательно раз надавили этот поршень перешел из этого состояния в этот да то есть что получилось вот он опустился на какую-то высоту h при этом вот большой поршень поднимется на какую-то другую высоту ну допустим h1 но самое то интересное что мы должны понять что вот эти вот объемы они будут абсолютно одинаковы вот вот это самое главное нужно понять если площадь вот этого поршня ну давайте кстати скажем вот это h1 а это пусть у нас будет h2 тогда тут будет с 1 а тут будет с 2 значит что такое h1 это то расстояние на которое пустился маленький поршень а h2 это то расстояние на которое большой поршень поднялся ведь что происходит когда мы давим вот на маленький поршень до давление она передается по закону паскаля по всем направлениям абсолютно одинаково и вот сюда вот будет действовать силам для чего гидравлический пресс вообще предназначен чтобы с помощью маленькой силы создать очень большую силу и вот здесь вот написано отношение 1 к 100 ну я сразу же могу написать тут некоторые так сказать вещи ну во первых h1 h2 будет равняться 100 s2 к s1 тоже будет равняться 100 если вот здесь вот будет сила маленькая естественно вот а здесь будет сила большая значит f2 к f1 тоже будет равняться 100 ну вот собственно говоря и все премудрости связаны с гидравлическим прессом то есть вот на этот маленький поршень нужно каким-то образом до заставить его двигаться но это может быть с двигателем связано вот вот все значит что ж тогда у нас получается когда этот поршень опускается вниз значит совершается работа совершается работа по опусканию маленького поршня значит на эту задачу можно смотреть с двух точек зрения ну на какой поршень так сказать мы будем смотреть на малый поршень либо на большой поршень ну поскольку здесь сказано про маленький поршень который опустился на h1 20 сантиметров значит про него и будем вести беседу и так совершается работа для того чтобы этот поршень опустился вот с этой точки на эту и прошел 20 сантиметров а груз у нас вот этот 100 тонн и вот здесь лежит вот это 100 тонн вот и мы его поднимаем значит давайте посмотрим на какую высоту поднимется вот этот вот большущий поршень за одну минуту ведь работа ведь совершается и эта работа им же аж вот это не h2 в данной ситуации вот совершается работа за одну минуту а кто работу совершает работа совершая двигатель если бы этот двигатель был у нас идеальный то он бы совершил у нас работу которая будет равняться мощности да мощность то есть p умножить на t двигатель то у нас имеет коэффициент полезного действия не 80 процентов поэтому я должен вот сюда и поставить вот так и обозначаю коэффициент полезного действия он у нас равен 80 процентов или 0 8 и тогда отсюда могу найти вот эту вот высоту значит это коэффициент полезного действия пт и поделить на мж давайте подставим численные значения 0 8 мощность двигателя была 5 киловатт кило это 1000 а и одна минута 60 секунд вот 100 тонн это 100 тысяч и еще на десяточку это же считаем раз два три четыре раз два три четыре правильно 6 5 30 30 на 8 6 5 30 делим на 10 короче 24 здесь получается 24 сотых значит вот этот вот поршень поднялся у нас на 0 24 сантиметра в то время когда вот этот вот маленький поршень у нас работал понятно да теперь давайте с вами посмотрим а на сколько сантиметров за одну ходку будет подниматься вот этот вот самый большой поршень потому что за все время да мы уже определили так дай посмотрим значит вот сюда на это смотрим h1 h2 да это что у нас будет ну давайте в сантиметров будем делать 20 сантиметров вот мы поделим на 100 и и найдем у нас h2 значит что у нас тогда получается h2 у нас поднимается на ноль целых две десятых сантиметров сантиметра ну вот собственно говоря задачка ты решена так стоп ну что за глупость здесь написано елки-палки тут метра у нас метры ребятки метры 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 вот никакие не сантиметры мы здесь получили ну вот тогда количество вот этих ходок за одну-то ходку ноль два сантиметра а всего вот этот поршень поднялся на ноль двадцать четыре поэтому что должен делать ну тут что можно 24 024 метров сантиметра превратить будет 24 сантиметра и поделим на ноль два сантиметра да и сколько это мы получим мы получим с вами 120 вот за одну минуту вот так вот этот поршень должен ходить ну я думаю где-то так вот этой задачкой решается да вот все учить физику на самом суперском канале фэп физика это просто канал на котором любые задачи вдруг становятся простым понятными и доступными поэтому если вы ещё не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признателен и благодарен ну и конечно лайк не забудьте поставить все всем доброго до свидания до новых встреч